Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Когда я проходил тест у клинического психолога, я полностью провалил одно задание. Задание на ассоциацию. По двум словам надо было нарисовать ассоциацию. Например, вкусный ужин. И тут я полностью зависла. Во-первых, я не умею и стесняюсь рисовать. Во-вторых, на словах я тоже не смогла ничего сказать. Просто вне контекста эти слова абсолютно ничего не значат. Я не понимаю, что значит ассоциация. Почему абсолютно рандомная и со мной никак не связанная вещь должна как-то у меня ассоциироваться? И ещё. Было дело с психотерапевтом, когда он давал мне домашние задания. Я ни с одним не справилась. Например, заботиться о себе. Десять раз в день надо было позаботиться о себе, а я в лучшем случае два раза могла накопить заботы за день. Всё время не хватало или вообще неправильно делала. То есть так и не поняла, что значит истинная забота. Так же я не справилась с концентрацией на дыхании, не справилась с тихим местом, где я была бы счастлива, куда надо мысленно уходить, когда мне плохо и вообще ничем не справилась. Что со мной не так, почему у меня не получается. Ну что ж, давайте потихонечку разберём ваш вопрос. Во-первых, сама формулировка «провалила задание» как-то подразумевает отношение к этому заданию как к экзамену. Я не знаю, конечно, всех нюансов работы клинических психологов, потому что специфика немножко различается. Задания, правда, которые вы перечислили, они относятся к неклинической психотерапии. По крайней мере, немедицинские психологи и немедицинские психотерапевты такие задания дают. Поэтому я не знаю всех тонкостей работы клинического психолога, но для меня немного странно, что задание здесь представляется как типа того, что вы должны с ним справиться. Дело в том, что в психотерапевтической работе мы, в общем и целом, сталкиваем людей с каким-то новым опытом. Вот. И человек, сталкиваясь с этим опытом, он, естественно, не справляется с ним. То есть, как бы, здесь такая штука, что если бы люди проходили бы эти задания на раз-два, в них не было бы смысла, и вряд ли бы, ну, наверное, такие люди, которые могли бы пойти эти задания на раз-два, они бы обратились к психологу. Понимаете? Поэтому штука здесь в том, что, как мне кажется, вот эта вот история, что вы провалили задание, в принципе, неверна. Задание дается не для того, чтобы вы его выполнили, для того, чтобы вы в процессе задания познакомились с новым для себя опытом, с какой-то стороной себя, с которой раньше вы не сталкивались. Вот. Вот что важно. Если... Ээээ... Вот эта мысль, что я должна выполнить задание, и его не провалить у вас возникла из-за подхода специалиста, то есть специалист вам как-то вот так вот дал понять, да, может быть, невербально, что вы должны не провалить задание, то я думаю, что или специалист немножко невнимательный отнесся к вам, или, может быть, сказался какой-то недостаток, ээээ, скажем так, ну, взаимодействия, то есть недостаток взаимопонимания в данном случае, вот. Эээ, потому что, ну, сами, ээээ, сами тесты, они используются либо при просто наборе информации какой-то о человеке для составления характеристики, эээ, либо уже на более, как мне представляется, эээ, на более поздном этапе психологической работы, это когда тест сам по себе, эээ, ну, вот, выражаясь вашим, вашим языком, имеет контекст. А вне контекста и вне сбора информации ценность теста, она, эээ, странна, потому что, в общем-то, мотивации его нет просто выполнять. Дальше, эээ, задание на ассоциации, эээ, по двум словам надо было нарисовать ассоциации, например, вкусный ужин, и тут я зависла, впечатлилась. Да, во-первых, я не умею и стесняюсь рисовать, и об этом обязательно нужно было сказать психологу, что вы стесняетесь, что не умеете рисовать. Это нужно, это можно и нужно обсуждать. Вот, понимаете, да, почему я сказал, почему я сказал, что тест, как что-то такое официально и формализованно, окей, тест, как некое действие в контексте взаимодействия специалиста и клиента, окей, но вне этих двух контекстов тест представляет собой, в общем-то, что-то такое холодное, странное и не совсем понятное. То есть, вот, как в вашем случае, да, что вот вам дали тест, а вы сталкиваетесь с тем, что вы не умеете и стесняетесь рисовать. Кстати, это разные вещи, не умею стесняться. Вот. Поэтому, получается, что вы оказались в неловкой для себя ситуации, неприятной для себя ситуации. Во-вторых, на словах я тоже не смогла ничего сказать, просто вне контекста эти слова абсолютно ничего не значат. Я думаю, что здесь вопрос к мышлению. Если, ну, как бы, у одного человека развито ассоциативное мышление, у другого нет. Я думаю, что здесь просто у вас оно не развито, ассоциативное мышление, или просто вам оно не свойственно. То есть, действительно, есть такие люди, у которых вот это вот ассоциативное мышление, ассоциативное восприятие, оно не, как бы, не развито. Или не присутствует. Такое бывает, на мой взгляд, это норма. Ну, то есть, в рамках нормы. Я не понимаю, что значит ассоциация. Ну, на самом деле, если очень просто говорить, то ассоциации работают следующим образом. Когда я вам говорю апельсиновый сок, вы можете представить себе, собственно говоря, апельсин. Вы не представляете апельсиновый сок, вы представляете себе апельсин. То есть, таким образом, апельсиновый сок у вас ассоциируется с апельсином. Но, например, если в вашем случае вы апельсиновый сок пили, допустим, только летом, только на улице и, допустим, только у моря, то для вас апельсиновый сок будет ассоциироваться еще и с пляжем. Это будет лично ваша ассоциация. То есть, работает это по принципу калейдоскопа. Когда первичный образ, например, вот вкусный ужин, это, соответственно, что? Это ваше любимое блюдо. Ассоциируется со смежными впечатлениями от него. Например, вкусный ужин ассоциируется у некоторых с оживленной беседой, или с просмотром телевизора, или с чечением газеты, или со скандалом, со ссорами, с криками. В зависимости от того, какого опыта человека. Понимаете? И вот здесь, вот какой момент, очень важный. Когда вы говорите, что вне контекста эти слова абсолютно ничего не значат, может быть, это и справедливо, что они ничего не значат. Но, коли так, коли так, то работа с ассоциациями вам не подходит. Я думаю, что вам здесь нужно определиться со своей позицией. Со своей позицией. Вне контекста слова что-то действительно не значат, по вашему мнению, и вы не хотите туда идти. Или вы все-таки допускаете, что они что-то значат, но вы как-то не привыкли в этом направлении думать и хотели бы научиться. Это другой момент. Дальше. Значит, еще, вы пишите, было дело, значит, с психотерапевтом, когда он мне давал домашнее задание, я ничего не справился. Опять же, меня смущает вот эта вот идея справиться. Но не для этого даются задания, не для того, чтобы с ними справиться. Задания даются для того, чтобы вы получили вектор. Мотив, вектор. Просто вектор того, на что нужно обратить внимание. И задание раскрывает некий такой ориентировочный объем. Но ни в коем случае, в психологии, в психотерапии, точнее, в психотерапии, ни в коем случае, задания не являются директивой. Это не является тем, что нужно справиться, с чем нужно справляться, что нужно обязательно выполнить. Иначе теряется вся ценность, теряется все значение этого задания. Вот вы и пишите, значит, десять раз нужно было позаботиться о себе, десять раз в день. Я, в лучшем случае, два раза могла накопить заботы за день. И это здорово. Это здорово, что вы смогли два раза накопить заботы за день. Кто-то не может и одного. Вас за это, ну, лично я могу только порадоваться за вас и похвалить. Вы молодец. Вы молодец, что два раза смогли. Не получилось десять, да и ладно, и черт бы с ним. Вы два раза смогли, это круто. Это круто. Ну, может быть, в будущем у вас получится три раза. Замечательно. Тут дело-то не в количестве, а дело в самом факте. Самое главное, чтобы вы даже, самое главное даже не то, что вы о себе позаботились, а самое главное, что вы обратили внимание на то, что вы о себе позаботились. Что вы выделили вот это действие как бы отдельно, что вы увидели его все время не хватало или вообще неправильно делало. Ну, опять же, правильно-неправильно тут не вариант, потому что в контексте заботы о себе таких понятий как правильно-неправильно не существует. Что касается времени не хватало, если я правильно вас понял. Ну, обычно времени не хватает людям, которые как-то занимают избегающую позицию. Вот. То есть это как бы, ну, звучит как оправдание, что у вас не хватало времени. С другой стороны, я не знаю всех тонкостей вашего образа жизни. Может быть, он у вас очень активный, этот образ жизни, и в таком случае вам, может быть, действительно не хватало времени. То есть... Тут, мне кажется, все зависит от доверия какого-то между, вот... Ну, между специалистом и клиентом, да, то есть если клиент говорит, типа, что у меня нет времени, я могу, там, условно говоря, включить детектива и начать, там, допытываться, что вот вы мне врёте, вот вы, там, говорите, ну, обманяя, да, там, защищаетесь, типа, это у вас вот защита такая, например. А могу же и просто принять, то есть просто сказать, ну, окей, хорошо, тебе не хватает времени, супер, я как бы понял. Ну, вот, ничего страшного, просто ищи возможности. То есть, опять же, не страшно, что не хватает времени, важнее, чтобы вы искали возможности. А вы здесь центрируетесь на результате. Если бы вы о себе позаботились десять раз, как было сказано в задании, если бы вы вот заставили бы себя, выжили бы из себя вот эти вот десять раз, ничего бы не изменилось. В вашем состоянии ничего бы не изменилось. Потому что задания, я ещё раз повторю, даются не для того, чтобы их выполняли, а чтобы человек обратил внимание на вот эту сферу своей жизни. Дальше. То есть, так я не поняла, что значит истинная забота. Нет, ну, тут, на мой взгляд, у вас какой-то резкий немножко перекос, перескок происходит. Резкий переход, точнее. Дело в том же, что, ну вот, истинную заботу её действительно не понять. На мой взгляд, истинная забота, это когда я делаю что-то для себя, потому что не могу начать. Не могу по-другому. Вот не могу. Так же не справилась с концентрацией на дыхании, не справилась с тихим местом, вообще ничем не справилась. Ну, я не знаю, опять же, всех тонкостей. Выглядит так, как будто бы на вас просто навалили кучу заданий. Кому-то это подходит. Кому-то действительно подходит, когда ему дают кучу заданий. Но, кому-то нет. Правда в том, что кому-то не подходит эта история. Когда вот, кучу заданий дают. Ну, просто не подходит. Так, ну, так бывает. Вполне вероятно, что вам просто не подходит, не подходит просто. Вы это восприняли именно как, эээ, как просто задание, которое нужно выполнить. Вот. Повторюсь. Заданиями то же самое, что и с тестами. То же самое, что и с тестами. Они либо являются просто формальной директивой, либо они являются средством ответвлением взаимодействия психолога и клиента через определенный контекст. Здесь задания носят просто вот какую-то, не знаю, просто какую-то функциональную штуку, функциональную схему. Вот. Функциональный смысл здесь заданий. То есть просто вот мы с тобой, эээ, ну, как это для меня выглядит. Мы с тобой просто поговорили, эээ, значит, эээ, там, ну, допустим, час, да. Вот. Мы с тобой о чем-то поговорили, все, я даю тебе задание. Вот у меня вот к тебе вот набор заданий вот такой, такой, такой. Ну, нет. Так не работает. Я думаю, что с точки зрения поведенческой истории вы не справились, эээ, ну, в кавычках, не справились. Эээ, и не должны были справляться. А с заданиями, потому что у вас не было мотив... не было мотивации, вы просто не понимали, зачем вам это нужно, зачем вам это нужно. Вот. Мне показалось, что вам сложно немножко, эээ, вот, абстрактно мыслить. Ну, потому что ассоциация, это в какой-то степени абстрактное мышление. И, соответственно, тихое место, это тоже абстракция. То есть абстракция, это означает, вот, не имеющая ничего общего с реальным миром. То есть точно мы создаем вот чистое свое воображение. Вот. Если у вас с этим сложно, то вам просто, эээ, ну, опять же вопрос, эээ, вы хотите это в себе развивать? Или нет? Если хотите, это одно дело. Если нет, то просто, ээээ, как бы, задания, которые, которые, ээээ, вам дают, да, ээээ, нужно, чтобы они подходили под ваш, ээээ, ну, под ваши личности, под ваши характеристики, под ваши, эээ, особенности. Вот. Понимаете? эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Да, так вот, психоанализ-то он подходит далеко не всем. Вот, то есть это не каждому человеку подойдет, например. Потому что склад ума разный у людей, понимаете. Вот мне, например, мне, как гештальт, терапевту, сложно порой бывает с клиентами, у которых математический склад ума. Потому что, ну, я предупреждаю всегда, я говорю, что вот, как бы, я работаю с чувствами, ну, в основном, да, как бы, другие подходы я использую, но, как бы, в основном я работаю в рамках, как бы, в рамках гештальт-подхода. Вот, и, я говорю, вот, ну, вот, у вас, вот, математический склад ума, да, и, соответственно, или технический, ну, технический, просто. Вот, я говорю, что, вот, ну, наверное, в этом случае, я вам не подхожу, вам нужен, там, словно говоря, чистый когнитивный психолог, да, например. Вот, вот, когнитивный, ну, когнитивно-поведенческий, терапевт, вот, и, если человек все равно хочет, эм, со мной работать, да, то это сложно, это сложно. Так же и здесь, просто, понимаете? Вот, то есть, ну, мне кажется, просто, вами не поинтересовались, по итогу, эм, вас, ну, не узнали, эм, поспешили дать задание, игнорируя, при этом, э, ваши особенности. Вот, и в итоге, у вас просто ничего не получило. Такие дела. Так я вижу. Эм, возможно, где-то сыграло сопротивление. Возможно. В смысле того, что... Эм, в смысле того, что, ну, если человеку что-то неприятно вспоминать, да, он привык от этого как-то, вот, отстраняться, то... То... Вы могли закрыть. Но я не знаю, где. Эм, мне кажется, вот, э, это точно не про дыхание. Эм, если честно, на первом месте для меня, э, там, где у вас могло появиться сопротивление, это тихое место. И на втором месте это, э, 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 ассоциации, вот, э, на этом на втором месте. Но в данном случае это просто предположение, я не, э, не знаю наверняка, просто, просто говорю, как мне видится. Вот. Э, э, иными словами, э, иными словами, э, э, задания, тесты, упражнения не являются, панацеей и не являются какой-то самостоятельной формой работы. Это исключительно вспомогательная функция, вспомогательная связка средств, у которой обязательно должен быть контекст, обязательно должна быть цель. По возможности, чтобы клиенту было возможно это задание выполнить, то есть вот вы приходите, да, говорите вот так, так, у меня проблема, я боюсь, боюсь или там стесняюсь рисовать, ну, к примеру, у меня страх рисовать, помогите мне, пожалуйста, с этим страхом, ну, ну, как бы от этого страха избавиться, да, вот. А вам говорят, типа, ну, привет, да, сколько тебе лет, как тебя зовут, где работаешь, ага, ага, понятно, ну, вот тебе задание, значит, вот нарисуй ассоциации, значит, на тему вкусной ужи, ну и что, что с вами будет, понимаете, поэтому я не хочу, не хочу ни при кого говорить плохо, плохо, вот, не хочу негативно ни о ком высказываться в данном случае, вот, но мне кажется, что, по крайней мере, с ваших слов получается, что специалист себя не очень просто внимательно повел, вот, ну и сыграло роль, конечно, ваше сопротивление, где-то, ну, возможно, вот, плюс еще многие люди, я не знаю, как вы, но многие люди болезненно реагируют, когда у них что-то не получалось. На этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok